Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шахада Цейбназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Молодежь Таджикистана. Редоустройство молодежи Таджикистана может привести к нестабильности. Тему продолжит Камари Ахрур из Сагдийской области. Худжант, Исфара и Старовшан. Эти города на севере Таджикистана всегда считались промышленными центрами. Сегодня эксперты говорят, что они очень уязвимы. Отсутствие перспектив толкает молодежь вступать в различные движения только за три месяца текущего года. В Сагдийской области к радикальным группировкам присоединились 93 молодых человека. Такие данные были озвучены на форуме «Жизнь без терроризма и экстремизма», который прошел в городе Худжант. Власти сильно обеспокоены ростом числа молодых людей, которые примкнули к экстремистским организациям. Говорит Ашурбой Сидиков, руководитель отдела расследований областного управления Министерства внутренних дел Таджикистана. Статистика в целом такова. В 2010 году 66 человек, в 2011 – 73, в 2012 – 5, в 2013 – 31, в 2014 – 85, в 2015 – 108 человек. И только за три месяца 2016 года 93 молодых человека в нашей области примкнули к таким группировкам, как Исламское движение Узбекистана, Джамуат Ансоруллах, Джиндуллах, Хизбут Тахрир, ИГИЛ, партия Исламского возрождения Таджикистана и иранский зараастризм. Радикализм молодежи выступает как форма социального самоопределения и активности молодежи, как альтернатива повседневности и как способ достижения социальной справедливости в оппозиции государству. Радикализм может выступать и как деструктивная социальная энергия молодежи, как реакция на рост социальных противоречий. Зафар Каюмзуда, представитель прокуратуры Сакдийской области, подчеркивает, что неуправляемый процесс трудовой миграции является одной из причин, облегчающей присоединение молодежи к террористическим группировкам. Анализ причин и факторов вступления молодежи в различные радикальные группировки показывает, что слабый контроль за людьми, получивших образование в зарубежных образовательных учреждениях, способствует данному процессу, а также большая проблема в бесконтрольной системе трудовой миграции несовершеннолетних. Однако специалисты утверждают, что если обеспечить молодежь рабочими местами, то вопрос о трудовой миграции и радикальных настроениях в обществе отпадет. Молодое население является источником политической надежды на социальные изменения и развитие технологических и интеллектуальных инноваций в мире. Молодежь страны должна рассматриваться в качестве положительного предвестника социальных изменений, а не вызовом безопасности, отмечает эксперт Абдусабур Абдувахоб. Одной из причин присоединения молодежи к радикальным группировкам может быть отсутствие элементарных жизненных условий. Причиной может быть низкий уровень интеллекта и образования, что не позволяет им самостоятельно думать о последствиях их действий. Неблагоприятная финансовая ситуация может их подтолкнуть к радикализации. Некоторые молодые ребята вступают в различные группировки за деньги, чтобы хоть как-то обеспечить свою семью. На студенческом форуме «Жизнь без терроризма и экстремизма» в городе Худжанд участвовали около ста активистов из различных вузов Сагдийской области. Там были озвучены цифры военных действий в Ираке и Сирии, замечены более тысячи граждан Таджикистана, и все больше молодых таджиков вступают в ряды радикальных группировок, в том числе ИГИЛ. Аналитик Фердавси Бахром считает это упущением в сфере образования, нехваткой специальных центров для молодежи, а также пассивной работой школ и даже детских садов. После распада Советского Союза Таджикистан пережил гражданскую войну. Хаос и разруха непосредственно повлияли на уровень образования молодежи. Кружки, которые в советское время работали для молодых людей, для их умственного развития с достижением независимости Таджикистана просто исчезли, и по сей день ничего не предпринимается для их поддержки. Основную проблему радикализма я вижу именно в этом. Создание рабочих мест и надежной системы гарантий занятости в Таджикистане является основным инструментом для предотвращения коллапса страны в экономическом смысле и в будущем сможет оградить государство от религиозных или светских идеологий, способствующих нестабильности. Заведующий отделом пропаганды и информации Народно-демократической партии Таджикистана в Сагдийской области Фердавс Хаджиев говорит, что они намерены вовлекать активную молодежь в политические процессы. После завершения работы форума мы снова соберем активную молодежь и будем бороться против радикализации, явление, которое взволновало сегодня весь мир. Ребята начнут работать с сегодняшнего дня. Местный журналист Фитрате Хикмат считает, что радикализация молодежи является удобным термином, используемым властями, чтобы обличить то, что рассматриваться в качестве возможной угрозы для стабильности режима. Тем не менее, молодые поколения, родившиеся после падения Советского Союза, придут к власти в ближайшие десятилетия. Эту мощную силу необходимо сегодня занять постоянной работой. Вот что будет эффективным методом борьбы с радикализмом. Многие молодые ребята остались вне поля зрения властей. Власти страны не обращают особого внимания на молодежь, безработица с каждым годом увеличивается. Каждый год определенное количество молодых людей заканчивает высшие учебные заведения, но не могут найти работу по специальности. Вот их-то и приглашают в различные радикальные группировки. Со временем их мнение и отношение к стране меняется. Игнорирование молодежного радикализма или применение карательных мер не даст положительного эффекта, считают эксперты. Необходим системный подход, направленный на минимизацию всех экономических, политических или идеологических факторов, способствующих радикализации молодежи. Властям в Таджикистане необходимо наладить диалог с участниками молодежного радикализма, содействовать росту активности и влиянию молодежных ассоциаций. В жизни страны тогда можно ожидать перемен в лучшую сторону. Репортаж подготовил Камари Ахрур, Сагдийская область. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-10-11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.azia А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку iwpr.tadzikistan. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова